Здравствуйте! Во втором десятилетии XX века на территории бывшей Российской империи появилась очень удивительная и странная власть. Россия знала перевороты, Россия знала самозванцев, но эти самозванцы обычно не ломали структуру власти, обычно они занимали имеющиеся места. Кто-то из них, как Петр, мог что-то дополнять и что-то разрушать. Когда-то в незапамятные времена, помните, приходила Орда, но Орда ведь не поломала старую власть, Орда ведь просто существовала параллельно с ней. И вот впервые за много столетий было сломано все и на месте этого сломанного появилось что-то, чего раньше никогда не было. И никто не понимал, как это устроено и долго не понимал. Какие-то ЦК, какие-то совнаркомы, советы, исполкомы, кто за что отвечает, какова природа этих властей, откуда эти люди. И вот случилось так, что поэтом этой новой власти, причем поэтом не воспевающим, а протестующим, а точнее даже не столько поэтом, сколько символом этого поэта, стал Осип Мандельштам. Осип Эмилич, наверное, если бы дожил, очень удивился этому. Ведь он никогда в жизни, по сути, не протестовал, не боролся. Он хотел со всеми дружить. Он не хотел ничего разделять, он хотел все соединить. И его стихи, что это, как не попытка сшить куски времени и пространства, как не стремление восстановить целостность. Но, друзья мои, вы же опытные люди, вы же понимаете, что сшивать можно только то, что разорвано. Вот раннее стихотворение Осипа Эмилича «Казино» 1912 года. Я прошу вас, обратите, пожалуйста, внимание на то, как в этом стихотворении устроено пространство. Я не поклонник радости предвзятой, Подчас природа серое пятно. Мне в опьянении легком суждено Изведать краски жизни небогатой. Играет ветер тучей у косматой, Ложится якорь на морское дно, И бездыханное, как полотно, Душа висит над бездною проклятой. Но я люблю на дюнах казино Широкий вид в туманное окно И окружен водой зеленоватой, Когда, как роза в хрустале вино, Люблю следить за чайкой у крылатой. Кто заметил, как устроено пространство в этих стихах? Что в них происходит? Скажите, не молчите, пожалуйста, не молчите, не оставляйте меня одного. Что происходит в этих стихах? Два мира, два мира, вот добрый человек, можно я к вам подойду? А какие два мира там есть? То есть, я, мой герой, точнее, герой Мандельштама, Идет по берегу моря. И что там происходит? Заметили ли вы, какое настроение в этот момент? Ложится якорь на морское дно, И бездыханное, как полотно, Душа висит над бездной проклятой. Статичное. Я бы сказал, оно подавленное. Это не страх, но это... Это не страх, но это дискомфорт какой-то. И вот, герой попадает куда? Он попадает в помещение, вовнутрь. И оттуда он смотрит на тот же самый ландшафт, Который он только что видел, Проходя по берегу, И настроение меняется. Заметили? Но одно дело на дне, извините, якоря, А другое дело чайка на берегу, То есть к облакам. Вот исследователи сравнили Фрагменты этого стихотворения И обнаружили параллели Каждому элементу ландшафта снаружи Элемент ландшафта внутри. Вот литературоведы пишут, Душа висит над бездной крылатой, И чайка это одно и то же. Но когда поэт идет по берегу, Ему кажется, что все, что он видит, Это нечто мрачное, это нечто пугающее. Но как только он попадает в помещение И смотрит на тот же самый берег Изнутри уютного, теплого пространства, То все меняется. Его настроение улучшается. И вот эта структура пространства, Внешний круг и внутренний круг, Это постоянная мировоззренческая установка Поэзии Мандельштама. И я думаю, именно отсюда Берут в свое начало все те многочисленные Внутренние противоречия, Которые характерны этому поэту. Он очень открытый, Он очень общительный. Он, как пишет его жена, С его слов готов Говорить с кем угодно И учиться у кого угодно. И в то же время он очень закрытый человек. Потому что Есть большой мир И есть малый мир. Экстравертивность характера поэта Вступает в противоречие С интровертивностью его мировоззрения. Например, искусство, Согласно Мандельштаму, Это никогда не образ В смысле чего-то завершенного. Никакой завершенности в искусстве нет. Есть только иллюзия, Есть только ошибка. Искусство это всегда поток, Это всегда процесс. Любой образ это движение И только движение. Но Душа тянет Героя и поэта В этот узкий внутренний круг. Но в этом узком внутреннем кругу Двигаться негде. И отсюда В прозе Мандельштама Эти навязчивые образы. Барсучья нора. Так Мандельштам называет культуру. Хлебная печь. Так Мандельштам называет общество. Общество это хлебная печь, Где из человеческой пшеницы, То есть из сырья, Печется хлеб культуры. Очень рано у Мандельштама Складывается Представление о том, Что есть мы и они. Мы это сначала акмиисты, Кружок из шести человек. Потом акмиистов довольно быстро не стало. Мы теперь. Это Осип и Надя, его жена. А иногда к ним добавляется третий человек. Знает кто-нибудь, кто этот третий человек? Это Ахматова, Которая иногда приезжает, Иногда уезжает, Но становится частью этого малого круга. Бороться? Нет, он не боролся. Но для него существовали они. А кто такие они? Они это редактора. Они это начальство. Они это, К большому сожалению, Братья-писатели, Которых никогда не мог он считать своими. Он не боролся. И в то же время он боролся. Он делал то, Чего никогда не терпит толпа. И никогда не терпит власть. Он не знал этой черты. Для него не было никакой черты. Он даже не понимал, Когда ему пытались показать на эту черту. Потому что черта это этикет, Это приличие, Это умолчание. Это ритуальные формулировки, Которыми так богата была советская жизнь. На каком-то этапе Вся она превратилась Просто в набор ритуальных формулировок. Но Мандельштам этого не понимал. Он всегда называл вещи своими именами. Не может быть ничего страшнее В ритуальной культуре, Чем называние вещей своими именами. Когда еще белые посадили Мандельштама В темницу, Он начал барабанить изнутри И громко кричал Выпустите меня. И когда подошел тюремщик И спросил, что происходит. Мандельштам говорит, Вы обязаны меня выпустить. На каком основании удивился тюремщик. И Мандельштам сказал свою знаменитую фразу. Я не рожден для тюрьмы. Скажите мне, пожалуйста, Кто-нибудь из вас рожден для тюрьмы? Я думаю, никто не признает этого. Но, а скажет ли кто-нибудь из вас Это в той ситуации, Как это сделал Мандельштам? Признается ли он, Что он не создан для тюрьмы? Вот в этом весь он. Он говорил то, что есть. Когда в январе 1924 года Умер Ленин, И Мандельштам вместе с другими В мороз В мороз Стоял на площади И наблюдал за толпой. Он сказал, Это они пришли жаловаться Ленину на большевиков. Была ли в этом правда? Конечно, в этом была правда. Прошло несколько лет. Страна начинала жить по пятилетнему плану. Мандельштам сказал, Весь народ не живет, А только выполняет план. В этом ведь что-то подозрительное. Прав ли он был? Конечно, он был прав. Можно ли было с этим мириться? Мириться с этим было нельзя. Но и сделать ничего было нельзя. После своего первого ареста Мандельштам написал Несколько покаянных стихов, Обращенных к Сталину. И в одном из них Были такие слова. И к нему В его сердцевину Я без пропуска В Кремль вошел, Разорвав расстояние Холстину Головою повинный тяжел. В чем он так винился перед Сталином? Что он ему сделал? Стихотворение про жирные пальцы И про сброд танкашей их вождей. А за что тут виниться? Это же правда. Но Мандельштам знал, Что за ним есть грех По страшнее эпиграммы Про жирные пальцы. Его забрали уже окончательно В мае 38-го года. Прямо на первомайский праздник. А в марте 37-го года Мандельштам написал Стихотворение «Рима». Где лягушки фонтанов Расплакавшись И разбрызгавшись Больше не спят И однажды проснувшись Расквакавшись Во всю мощь своих глоток И раковин Город, любящий сильным Поддакивать Земноводной водою Кропят. Древность легкая, Летняя, наглая С жадным взглядом И плоской ступней. Словно мост Ненарушенный ангела В плоскоступье Над желтой водой. Голубой, а не лепленный Пепельный В барабанном наросте домов. Город, ласточка и купола Лепленный Из проулков И из сквозняков. Превратили в убийство Питомник Вы коричневый Крови наемники Итальянские Чернорубашечники Мертвых цезарей Злые щенки. Все твои Микеланджело Сироты Облеченные В камень И стыд. И постель На которой Неиздвинутый Моисей Развалившись Лежит. Мощь свободная И мера Левиная В усыпленье И рабстве Молчит. И морщинистых Лестниц У ступки В площадь Хлынувших Лестничных Рек. Чтоб Звучали Шаги Как поступки Поднял Медленный Рим Человек. А не для Искалеченных Нек Как морские Ленивые Губки. Ямы Форума Заново Вырыты И открыты Ворота Для Ирода И над Римом Диктатора Вырытка Подбородок Тяжелый Висит. У меня к вам вопрос. А что мы узнаем Из этого стихотворения О власти? Есть кто? Что мы узнаем О власти? Точнее Что думает О власти Автор? Ничего хорошего Ничего хорошего А что? Да 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 Ну я думаю Что автор Показывает То что Прошлые достижения Культуры Это власть убивает А как она их убивает? Вводя Свои ценности Которые Откуда это видно? Где это сказано В стихах? Ну он обращается К Микеви Я думаю Наоборот Я думаю Он не Не противопоставляет Наоборот Посмотрите Он опять сшивает Он отождествляет Цезарей римских И современных диктаторов Он отождествляет Рим Древний И Рим Современный А что же Про власть? Но над Римом Диктатора Выродка Подбородок Тяжелый Висит Где находится власть? Над Она не внутри Она снаружи И вот это Одно из самых Опасных Представлений Мандельштама Что власть Не во внутреннем Кругу А во внешнем То есть Власть Это не часть Системы И второе Еще более страшное Обратите внимание Что в этих стихах И во всех Без исключения Других стихах Мандельштама Власть Всегда Бессильна Она Бездействовна В этом стихотворении Власть не делает Ничего Она просто Есть А кто делает Кто убивает Достижения Культуры Чернорубашечники Но это же не власть Это же наемники Там же сказано Прямым текстом Наемники Но чьи они наемники Мертвых Цезарей Власть мертва Ее нет И я думаю Это И есть Главная Вина Мандельштама Перед Сталином Который он Прекрасно понимал Мандельштам Никак не мог признать Эту власть Он не считал Ни Сталина Ни советское государство Ни партию Вообще властью Почему? Все очень просто Дело в том Что место власти Уже было занято Мандельштам Это не раздвоенный Булгаков Который знает Что властей Всегда две Есть И Ешо И Воланд Есть Преображенский И Швондер Нет У Мандельштама Так быть не может Властей не может быть две Власть всегда одна И кто же Эта власть? Не божественная Земная Кто? Не знаете? Сам поэт Является этой властью Сам Мандельштам Точнее Даже не сам Мандельштам А поэтическое слово Слово Как пишет Мандельштам Не обозначает Своего предмета Слово Выбирает себе Любой предмет Для жилья В чем долг Поэзии? Задает вопрос Мандельштам И сам на него Отвечает Поэзия никому Ничего не должна Все Акредиторы Фальшивые Его предупреждали Сначала мягко Потому что ссылка Не была серьезным Наказанием Надеялись Что когда его Выпустят из ссылки То он успокоится Наоборот Когда его выпустили Из ссылки Он еще больше разошелся Он стал писать письма В писательские организации И в одном из этих писем Написал те самые страшные слова Которые я думаю И положили конец Его жизненному пути Он написал Но если я поэт И могу влиять на людей Ну в этом же нет моей вины Как он ошибался Именно это и была его главная вина Но влияли на людей все Все без исключения поэты Не могут не влиять на людей Но никто кроме него Не признавал это открыто Но он не мог молчать И тогда Секретарь союза писателей Владимир Ставский Сел Запишущую машинку И написал письмо Наркому Внутренних дел Николаю Ивановичу Ежову В котором были слова Прошу вас Решить вопрос С Мандельштамом Мне кажется Как всякое другое Ты время Незаконно Как мальчишка За взрослыми В морщинистую воду Я кажется В грядущее Вхожу И кажется Его я не увижу Уж я Не выйду В ногу С молодежью На разлинованные Стадионы Разбуженной Повесткой Мотоцикла Я на рассвете Не вскочу С постели Хрустальные Дворцы На курьих ножках Я даже тенью Легкой не войду Мне с каждым днем Дышать Все тяжелее А между тем Нельзя повременить И рождены Для наслаждения Бегом Лишь сердце Человека И коня И фауста Бес Сухой И маложавый Все Старику Кидается В ребро И подмывает Снять Почасный Ялик Или махнуть На Воробьевы горы Или на трамвай Охлестнуть Москву Ей некогда Она сегодня В няньках Все мечется На сорок тысяч Люлик Она одна И пряжа На руках Аплодисменты 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 Аплодисменты